Да, не, ну это, конечно 91 килограмм Исал Магомедов, Гамзат И Гази Магомедов, Абдул Ставропольский край Исал Магомедов, спортсмен из Москвы Гази Магомедов из Ставрополя Ну, Гамзат, я бы так сказал, да, здесь у нас в протоколах записан как Москва Но вообще парень из Курска Очень опытный спортсмен Мы с вами недавно комментировали Сербию Где он стал в прошлом году чемпионом мира Сильный мальчишка Боксирует уже, наверное, в ринге лет 15 Мастер спорта международного класса Да, чемпион мира И вот сейчас отстаивает путевочку на чемпионат Европы И Гази Магомедов, Абдул, Ставропольский край Ну, я бы так сказал, что для нас он открытие Так как он попал в полуфинал Показали Сергея Киселева На кончике ручки которого все отмечаются, все бойцы Отслеживает всех потенциальных членов сборной команды России Главный тренер сборной И, наверное, уже думает, как готовить сборную к чемпионату Европы В Португалию 8 ноября предстоят сборы перед отъездом на чемпионат Европы Туда съедутся первые и вторые номера Где еще раз решится, кто все-таки поедет Потому что есть весовые категории Которые мы с вами наблюдали недавно Это где у нас боксировал Губарь и Алмасханов То есть в таких боях еще раз нужно будет выявлять, кто поедет Кто на данный момент все-таки лучше будет Никто на чемпионате России стал лучше А кто на момент приезда будет лучше Вот, дорогие друзья, кстати, показали Константина Чернова Я так понимаю, вице-президент он сейчас федерации Генеральный директор Даже генеральный директор От него зависит, наверное, все, что происходит в федерации Долгое время он возглавлял спорткомитет города Москвы И я думаю, что в том числе и благодаря его усилиями Федерация кикбоксинга так встала на ноги И сейчас одна из лучших федераций Очень много помогает, Константин Константинович Очень много помогает Очень много работает Не смотря на свой возраст Ну, здесь явное превосходство мы видим Гамзата Мальчишка из Курска Боксирует давно Опытный Вот такие, конечно, нельзя делать Как бы это то ли броски, то ли Это из тайского бокса В тайском боксе это разрешено Закруто, да Ну, кстати говоря, хочется отметить, что Из всех финальных поединков, что мы посмотрели А мы сейчас с вами наблюдаем последний финальный поединок Практически не было грязи, практически не было нарушений правил вообще Не то, что там грубых нарушений, практически вообще никаких не было Ну, только в совсем исключительных каких-то попаданиях Я хочу сказать, ну, мы не то, что с этим никогда и не боролись Были, конечно, у нас такие вещи, да Но я хочу сказать, что вот с каждым разом Кикбокс чище Аккуратнее Ребята вежливые Уважают друг друга Съезжаются на самом деле на чемпионат России Профессионалы своего дела И очень большая редкость Если где-то было какое-то неуважение Да, вот ребята, ну, полутяжи, да Категория до 90-го килограмма Тяжелые Тяжелые И ногами в голову бьют Без проблем Да Да Гамзата мы можем поздравить Стал Магомедова У него есть шанс В очередной раз будет представлять Бород России Да, на чемпионате Европы Европы, если Станет чемпионом То есть, в принципе, у него даже Есть возможность Со временем стать и заслуженным Мастером спорта Да Это надо еще Всего лишь, по-моему, выиграть Чемпионат Европы еще разок На этом, дорогие друзья, завершилась наша программа Посвященная мужским финалам Чемпионата России по кикбоксингу В разделе лоу-кик Чемпионат 2008 года, который проходил В городе Невиномыске Очень интересные поединки Мы действительно сегодня посмотрели с вами Современный Современный кикбоксинг Во всех его лучших проявлениях Я думаю, что вы получили удовольствие А с вами в сегодняшней программе Был ведущий Константин Белый И наш постоянный эксперт Вице-президент федерации кикбоксинга Заслуженный тренер России Вадим Украинцев До свидания, друзья Редактор субтитров А.Семкин